В начале этой недели на сайте Министерства финансов запущен электронный реестр возмещения налога на добавленную стоимость. Теперь предприниматели смогут отслеживать выполнение заявок на возврат НДС в онлайн-режиме. Система проверок будет публичной и прозрачной. Об этом заявил президент Украины. По словам Петра Порошенко, создание единого автоматического реестра НДС расширит границы борьбы с коррупцией, повысит доверие общественности и бизнеса к действиям власти. Заметайте сегодняшний день, 3 квитня, 12.20. Мы запускаем систему прозорого контроля, громадского контроля за подшкодированием податков на додану вартость. Хочу приветствовать всем украинский бизнес. Хочу сказать, что это яркое свидетельство эффективных антикоррупционных кроков, эффективных кроков, которые спрямованы на покращение инвестиционного климата. 3 апреля на Совете директоров МВФ принято решение о выделении Украины очередного транша в размере 1 миллиарда долларов. Министр финансов Александр Данилюк заявил, что транш идет в резерв НБУ и укрепит национальную валюту. Это первый раз в истории. Украина, будучи в программе МВФ, пройшла до третьего перегляду и получила четвертый транш. Такого еще ни разу не было. Чему? Потому что, на самом деле, что означает взаимодействие с МВФ? Это есть определенная совпадка, когда мы разом придумываем реформи, которые стабилизуют экономику, которые реформуют ключевые сферы нашей страны. И далее просуваемся по этих реформах. В четверг на заседании Европейского парламента большинство депутатов проголосовали за предоставление безвизового режима со странами ЕС для Украины. О положительном решении Европарламента президент узнал во время проведения ежегодного форума по безопасности в Киеве. Участие в нем принимали президенты Эстонии, Латвии и Литвы. Порошенко прервал выступление одного из спикеров и сообщил о голосовании в Страсбурге. «521 голос в Европейском парламенте за безвизовый режим с Украиной. И витаю всех, кто до этого доклад максимум усилий. И я витаю тебя, украинские народы, я витаю тебя, Украина». Во время встречи с президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном и молодыми учеными Петр Порошенко заявил, что после получения безвизового режима для Украины работа не останавливается. И власть делает все, чтобы путешествия в Европу стали для украинцев доступными. «Мы сделаем, чтобы поездки украинцев были дешевше, чтобы в Украину пришли лоукости, чтобы вы, как молодые ученики по украинскому паспорту, не ожидавая дни или недели в чергах перед консульствами, не вытягивая из кишени украинцев миллиарды гривен за плату консульского сбора, не переплачивая за квитки, а вытративая там от 30 до 60 евро, имели возможность на собственные очи переконаться в преимуществах европейских ценностей». После голосования в Европейском парламенте безвизовый режим для Украины должен одобрить Совет ЕС. Ориентировочно голосование пройдет 26 апреля. Подписание соглашения может состояться в середине мая. Окончательное вступление в силу безвизового режима с ЕС прогнозируют на начало июня.